Подлинные предметы, которые когда-то принадлежали великому советскому писателю Михаилу Шолохову и его семье, теперь можно увидеть в Ульяновском областном краеведческом музее. На выставке страницы Тихого Дона представлено более 150 экспонатов. Все они из фондового собрания Государственного музея-заповедника Шолохова и привезены из станицы Вёшенской, Ростовской области, где основное население были казаки. Там писатель прожил практически всю жизнь. Там же познакомились его родители. Дело в том, что отец Михаил Александр Михайлович Шолохов, он несколько лет прожил со своей супругой в гражданском браке. Её насильно выдали замуж за вдового казака, жизнь не сложилась, и она вернулась к родителям. И когда Александр Михайлович увидел её, она ему очень приглянулась, и он позвал её к себе. Но пока до смерти первого мужа они не могли официально даже обвенчаться. Родители Михаила Шолохова обвенчались, когда ему было 8 лет. На выставке можно увидеть лист из метрической книги о бракосочетании, где указано, что его отцу на тот момент было 48 лет, а матери 42 года. Рядом на стенде семейные фотографии. Так как у Михаила Александровича действительно с самого раннего детства зародилась любовь к Сению, книга, и он мечтал быть профессиональным миссератором. И в 1922 году он ездит в Москву, хочет поступать на рабфак, вот в литинститут, чтобы поступить. Но так как у него происхождение не рабочее, грестьянское, у него звучит сын мещанина, а дед вообще купец был, ему на рабфак путь закрыт. Михаил Александрович не отчаивается, знакомится с писателями, вступает в литературное объединение «Молодая гвардия» и начинает активно писать сначала филитоны, потом рассказы, которые вылились в цикл «Донские рассказы». Но у него всегда было желание написать большое произведение. Идея Тихого Дона зрела в нем давно. Писать его он начал в 1925 году, а завершил в 1940. Именно за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве, в переломное для России время, то есть за роман эпопеи «Тихий дон» писатель получил Нобелевскую премию. В 1965 году решением Нобелевского комитета Михаил Александровичу была присуждена премия в области литературы. И из рук шведского короля он получил этот диплом. Надо сказать, что в Стокгольм он поехал вместе со своей семьей, с супругой, с детьми. Это был торжественный момент в жизни, признание его заслуг на мировом уровне. В Ульяновске выставка будет работать до 20 июня. Далее она продолжит свою работу в залах Государственного музея Федина в Саратове и Национального музея Республики Татарстан в Казани. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.